всем привет на связи максим петров и рад приветствовать вас на канале max capital на котором мы развиваем мышление инвесторов и говорим о формировании инвестиционного портфеля в этом видео я хотел бы поговорить про фьючерсы немного рассказать историю фьючерсов когда и почему они возникли изначальная идея возникновения данных фьючерсов и об основных рисках связанных с работой с данными инструментами плюсы большое количество людей знает что фьючерсы на самом деле позволяет зарабатывать гораздо больше чем базовые активы чем непосредственно акции тоже поговорим почему здесь получается зарабатывать больше но и риски с которыми человек сталкивается торгую производными ценными бумагами которых опять-таки говорят единицы потому что это то что останавливает людей от работы люди не хотят останавливаться люди хотят получать большие результаты высокие результаты очень ограниченный промежуток времени так поехали ну что же друзья давайте немножко предыстория что такое фьючерсы когда они появились изначально срочные контракты появились как страховка то есть как страховка у производителей каким образом это выглядело условно есть производитель сахара который занимается тем что он выращивать сахарный тростник и у него бывают ситуации что иногда год бывает урожайный иногда год бывает не урожайный когда год бывает урожайный то в этом случае производитель тростника или несет риски связаны с тем что произведя большое количество сахарного тростника произведя большое количество сахара это произойдет повсеместно соответственно количество предложения сахара на рынке будет достаточно большое и в этом случае он хочет застраховаться как производитель сахара от возможного падения цены его основного товара, который он производит. И тогда он покупает срочный контракт через полгода, когда у него будет непосредственно производство. Он говорит, что, ребят, я готов вам через полгода отгрузить сахарный тростник по определенной сегодня цене, вне зависимости от того, что произойдет завтра. То есть, что получает производитель сахарного тростника в этом случае? Он получает, что если будет перепроизводство сахара и цена в будущем на сахар упадет, он сейчас уже определенный объем сахара забутировал, что он продаст. И цена ему заранее известна. И в этом случае он получает защиту от возможного падения цены товара, который он непосредственно производит. Покупатель сахара, я не знаю, производитель, условно назовем, производитель сгущенного молока, он тоже, соответственно, не знает, будет урожай или наоборот будет засуха по сахарному тростнику, и он не знает в будущем, какая будет цена на этот товар. Но у него есть определенные договоренности, я не знаю, там с каким-нибудь ритейлером, да, назовем это Магнит или Метро Кэшн Кэрри или еще что-нибудь. Условно, опять-таки, я говорю сейчас, называю имена, которые вот нам сейчас здесь известны, чтобы вы понимали логику работы, то есть, каким образом возникли контракты. Соответственно, он производит молоко, и у него есть два основных продукта сырья, из которых он производит сухое молоко. То есть, это непосредственно молоко у производителя молока, и это сахар, который сгущается с молоком, соответственно, который он тоже непосредственно закупает. И в этом случае он боится, что если вдруг будет засуха, то для него объем и цена сахара в будущем может увеличиться. И поэтому он страхуется, покупая шестимесячные контракты фьючерсные на покупку сахара. Да, возможно, он переплачивает немного, незначительно, но тем не менее, он знает, что вне зависимости от того, будет цена выше или будет цена ниже, у него есть гарантированная цена, по которой он получит необходимый ему объем. Поэтому вот изначально фьючерсные контракты, они как раз-таки появлялись для хеджа вот таких вот временных рисков. То есть, в будущем есть какие-то события, а будущее предсказать никто не может. И кто-то хочет застраховаться от падения цены, кто-то хочет застраховаться от роста цены. И в этом случае вот на рынке работали профессионалы. Если в двух словах вообще в принципе сказать, что на самом деле происходило фактически, покупалась страховка. Для того, чтобы купить, я не знаю, одну тонну сахара, тебе не нужно прямо сейчас, для того, чтобы заключить этот контракт, тебе не нужно прямо сейчас всю эту тонну сахара оплачивать. То есть, тебе достаточно внести там десятую часть. И вот эта вот десятая часть в фьючерсных контрактах называется гарантийное обеспечение. То есть, в чем преимущество срочного контракта заключается? От тебя, с одной стороны, не требует прямо сейчас полностью заплатить за контракт, за весь объем. Тебе нужно внести там пятую часть, десятую часть, там, не знаю, двадцатую часть. То есть в каждом фьючерсном контракте есть свои параметры контракта. Срок контракта, еще называется дата экспирации. Есть цена базового актива, описание этого базового актива. Есть размер гарантийного обеспечения, который непосредственно нужно внести. Вот эту вот малую часть, которую необходимо внести. Но это вот основные параметры. Ну и цена, естественно, цена, по которой происходит сделка. Фактически вот это вот гарантийное обеспечение, да, вот этот вот контракт, ты становишься стопроцентным собственником контракта, внеся только десятую часть реальных денежных средств, которые нужно по этому контракту оплатить. И да, это выступала страховка, причем эта страховка сначала заключалась между производителем и покупателем, потом эти контракты начали обращаться на биржи, потом эти контракты, срочные контракты сначала были на рынке сырьевых товаров, потом они перешли на рынок акций, непосредственно для того, чтобы страховаться от возможного падения или снижения цены базового актива. Бывают различные сроки погашения фьючерсных контрактов, но основное преимущество, почему получило такое распространение именно работы с производными ценными бумагами, это как раз-таки размер левериджа, который предоставляет данный контракт. Если мы говорим про российские реалии, про срочный рынок московской биржи, по акциям эти показатели составляют где-то 1 к 5. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы вам купить контрактов, условно, базовый актив на 100 тысяч рублей, вам нужно внести 20 тысяч рублей только собственных средств. То есть размер гарантийного обеспечения 1 к 5. Опять же, у каждого контракта есть своя классификация, есть так называемый расчетный контракт фьючерсный, есть поставочный контракт. В чем разница заключается? По поставочному контракту это прописывается в специфике контракта. Происходит следующее, то есть когда происходит дата экспирации, когда контракт прекращает свое обучение. То в этом случае происходит физическая поставка базового актива, который включен в контракт. То есть если я покупаю, допустим, фьючерсный контракт на акции Газпрома, то в этом случае, когда происходит закрытие контракта даты экспирации, то мне происходит расчет. То есть мне, как покупателю данного контракта, на счет приходят конкретно акции Газпрома. По поставочному контракту происходят расчеты и происходит контракт перестает существовать на фондовой секции непосредственно. И количество акций приходит мне на счет ДПО, как держателя данного контракта. Это что касается поставочных контрактов. Расчетные контракты, они просто рассчитываются, потому что некоторые расчетные контракты, они не предполагают физической поставки базового актива. Причиной там было, начиная с того, что просто физически нельзя поставить, допустим, фьючерсный контракт на индекс РТС. То есть для того, чтобы осуществить физическую поставку индекса РТС, ну что такое? Индекс это просто некая такая эфемерная цифра, ну то есть это расчетный показатель, да, то есть индекс это расчетный показатель. Физическую поставку индекса осуществить нельзя. Но тем не менее, не можно произвести расчеты, положительная или отрицательная вариационная маржа. То есть, никакой индекс тебе на брокерский счет не приходит, никакие базовые активы ты не получаешь, у тебя просто происходит расчет. Если направление цены пошло в твой адрес, то ты получаешь положительную вариационную маржу. Если, соответственно, рынок прошел в противоположную сторону, ты получаешь отрицательную вариационную маржу. Мы пришли к понятию вариационная маржа, что это такое вообще, откуда оно всплыло. Дело в том, что по фьючерсному контракту происходит два раза в течение торговой сессии, происходят расчеты. Что значит расчеты? Когда вы внесли размер гарантийного обеспечения, то в этом случае базовый актив, он изменяется в цене. Он может или расти, или падать. То есть, когда мы приводили пример, вы внесли 20 тысяч рублей, купив активов на 100 тысяч рублей. Соответственно, базовый актив 100 тысяч рублей выросли на 1%. Ну, то есть, на 1000 рублей непосредственно произошел прирост в течение торгового дня. То есть, ваш весь актив, за который вы заплатили 20 тысяч рублей, он вырос до 101 рубля. То есть, получается, 1000 рублей – это ваша прибыль. То есть, 1000 рублей – это положительная вариационная маржа, которая начисляется вам, как держателю данного фьючерсного контракта. Она к вам начисляется, а списывается у того, кто вам этот контракт непосредственно продал. То есть, получается, у него деньги списываются, вам деньги начисляются. Если на следующий день актив падает на 2%, то есть, контракт, допустим, стоит уже 99 тысяч рублей, происходит обратная история. То есть, с вас списываются 2000 рублей отрицательной вариационной маржи, и у ваших денег остается только 19 тысяч рублей. Вот каким образом происходят расчеты. Напишите в комментариях, друзья, кто уже работал с фьючерсными контрактами, какой у вас опыт работы с контрактами. Узнали ли вы, что такое положительная и отрицательная вариационная маржа? Было бы интересно узнать, сколько нас людей, которые уже это попробовали, и самое главное, у кого это получается успешно торговать с фьючерсными контрактами, у кого получается негативный опыт работы с данными инструментами. Ну а мы продолжаем, сейчас поговорим об основных рисках, которые присутствуют при торговле с фьючерсами. Ну, первое, это то, что контракты временные. То есть, если я покупаю, допустим, базовый актив-акцию «Газпрома» на собственные деньги, без плеча, то при прочих равных условиях я могу эту акцию держать сколько угодно долго. Ну, то есть, она имеет неограниченный по времени срок существования. У срочных контрактов, почему они называются срочным рынком, у них всегда есть оговоренный срок, в течение которого этот контракт живет. И, как правило, именно вот эти сроки временные и разница между текущей ценой актива, это еще называется спот-цена, то есть спот-цена – это то, по какой цене я могу прямо сейчас взять, купить базовый актив. Есть цена в контракте, то есть, сколько этот актив стоит в контракте. Как правило, так как они в будущем находятся, как правило, на растущем рынке контракты в будущем стоят дороже. То есть, если сейчас условно мы говорим о том, что курс доллара составляет 75 рублей, то трехмесячный контракт через три месяца цена доллара будет не 75 рублей, а будет, допустим, 76 рублей 20 копеек. То есть, контракт, в котором 1000 долларов будет стоить 76 200 рублей. И вот эта вот разница между текущей спот-ценой и будущей ценой, ценой в контракте указанной, называется контанга. Положительная разница, когда цена в будущем больше, чем цена в настоящем. Второе понятие – есть баквардация, когда цена контракта в будущем меньше, чем текущая спот-цена. Причины могут быть абсолютно разные, начиная от возможного, ну, это может быть, допустим, на рынке сырья. То есть, везде хорошая оружайность, все считают, что пшеницы в этом году будет очень много, нигде никакой зоосухи нет, наводнений нет, и в этом случае будущие контракты могут торговаться дешевле. Это бывает в ситуациях, опять-таки, на сырьевом рынке, когда происходит что-то из ряда вон выходящее. То есть, когда там контракты, текущая спот-цена на натуральный газ в Европе достигла значения там 1000-1100 долларов за 1000 кубометров, то есть, понятно, что это некое такое временное явление, если мы посмотрим трех-шестимесячные контракты, то есть, это уже весна, скорее всего, употребление газа будет гораздо меньше, и в этом случае будущие контракты торгуются с баквардацией. То есть, вы хотели бы заработать на будущем, вы хотели бы, допустим, продать по текущей цене 1100, продать газ весной 2022 года, но там уже контракт торгуется с баквардацией, вы уже на этом заработать не можете. То есть, вот первый риск, который есть у человека, это временной распад, это контанкная баквардация, связанная с тем, что ваш контракт ограничен во времени, вы можете оказаться даже правы с направлением движения базового актива, то есть, что он вырастет, но вы можете не угадать сроки, когда это произойдет. И в этом случае происходят потери, да, то есть, вам нужно будет перекладываться из окончившегося контракта в другой, в более поздний, и на этой перекладке, на этой экспирации происходят потери, и достаточно существенные потери. Это вот первый риск, который связан с тем, что ограниченный по времени существования контракт, торгуется он дороже. Второй риск работы с производными ценными бумагами, это как раз-таки размер гарантийного обеспечения, то есть, он может меняться, размер гарантийного обеспечения может меняться биржей, и это один из основных рисков тоже работы с ценными бумагами, когда происходит изменение размера гарантийного обеспечения, как правило, его повышают. Его повышают на период праздничных дней, на период длительных выходных, в период, когда очень сильно начинает расти волатильность, то есть когда начинаются какие-то кризисные явления, или рынок очень активно растет, или как правило, когда рынок очень сильно падает, то в этот период времени происходит увеличение размера гарантийного обеспечения. Возвращаясь к нашему примеру, когда, допустим, размер гарантийного обеспечения был 1 к 5, то есть для того, чтобы купить актив стоимостью 100 тысяч, нам нужно было внести 20 тысяч собственных средств, то есть это минимальный размер гарантийного обеспечения, который нужно придерживать. Но происходит коррекция на фондовом рынке, я не знаю, там на 15%. Биржа приостанавливает торги и увеличивает размер гарантийного обеспечения по акциям в два раза, да, то есть и соответственно он становится не 1 к 5, а 1 к 2 с половиной. То есть необходимый уровень обеспечения в этом случае по контракту составляет уже не 20 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. К чему это приводит? Это приводит к тому, что подняв размер гарантийного обеспечения, биржа фактически механическим путем, ручным путем, говорит о том, что у вас обеспечения недостаточно. То есть размер гарантийного обеспечения поднимает биржа. В этом случае происходит, что для того, чтобы удерживать эту позицию, у вас размер ГО должен составить 40 тысяч рублей, а у вас только 20. То есть получается снижение уровня марджи. И брокер в этом случае направляет требование вам, что предоставь дополнительное обеспечение, то есть довнеси еще на счет 20 тысяч рублей на каждый контракт. Но в этот промежуток времени, когда это происходит, опять-таки я говорю, это происходит или в нерабочие дни, или это происходит в период очень сильных коррекционных движений вниз. И поэтому почему коррекции носят такой некий стихийный характер, что когда рынки падают в пределах 5-3-5% в день, то есть можно даже на рынок смотреть падение на 2,5-3%, Потом какое-то время, на протяжении 1-2 часов рынок немножко зависает, кто-то покупает, кто-то продает. Но если большое количество фьючерсных контрактов в этот промежуток времени в рынке находится, происходит щелк и такой пролив. Сразу рынки уходят на минус 4, минус 5, минус 6%. То есть что происходит? Фактически происходит повышение размера гарантийного обеспечения, происходят маржин-колы, соответственно все контракты начинают продавать в рынок, увеличивается достаточный уровень маржи, который необходимо иметь для того, чтобы удерживать данную позицию, и человек оказывается в ситуации, продать он не может, уровень маржи низкий, дополнительное обеспечение предоставить неоткуда, и в этом случае брокер просто закрывает человека по маржин-колу, то есть берут и продают ваш контракт. И отрицательная вариационная маржа в этот промежуток времени, там минус 10 тысяч рублей и слезалась. И хорошо, если у вас хоть какие-то деньги в этом случае останутся. Понятно, что объяснить, что такое фьючерсы на пальцах очень сложно, но вот я говорю, что вторая такая большая проблема работы с производными ценными бумагами, это как раз-таки размер гарантийного обеспечения, что он меняется, он меняется, как правило, в самое неблагоприятное для инвесторов или трейдеров время, и в этом случае приводит к фатальным ошибкам. То есть вот в этом видео мы говорили круги ада начинающего инвестора, и как раз-таки происходит потеря, происходит снижение стоимости, человек начинает нервничать, он начинает думать, как по-быстрому отбить, он начинает неразумно усредять. Ну, то есть вот все, что можно собрать в этом случае, все ошибки, да, вот спусковым механизмом как раз-таки является то, что человек торгует производными ценными бумагами с целью получения высокой прибыли, а в конечном счете эмоции просто его разрывают, и эмоционально разрывают, и разрывают в реальном плане депозит, просто взрывается, деньги человек непосредственно теряет. Резюмируя, если мы говорим о рисках, природа срочного контракта фьючерса сама по себе предполагает ограниченность по времени. Если вы берете короткий контракт, ну, то есть если вы не хотите платить большой контанго, то есть большую разницу между текущей ценой и ценой будущей, то в этом случае вы должны покупать короткие контракты, которые через месяц погашаются, через два, через три. Если вы не хотите торговать, то в этом случае вы должны покупать более длительные контракты, там, шестимесячные, девятимесячные, двенадцатимесячные. Но из-за того, что заход в будущее предполагает очень много факторов неопределенности, то контанго, цена контракта через девять месяцев, через двенадцать месяцев, она будет совершенно другой. Но вот в качестве примера можно привести, посмотреть фьючерсы на рубль-доллар. То есть если мы смотрим фьючерс, то цена контанго составляет 75 рублей 32 копейки. Уже мартовский фьючерс в марте 22 года, получается, через три с половиной месяца, цена контанго, ну, то есть цена контракта составляет 76 рублей 85 копеек. Июньский контракт на июнь 22 года, цена через полгода 78 рублей 47 копеек. И если я хочу, допустим, застраховать свой собственный риск, я не знаю, что будет в будущем. Я хочу купить сейчас тысячу долларов. И хочу, чтобы мне, допустим, через год нужно человеку возвращать доллары. Доллары. Первый вариант, я в доллары взял в кредит. Или второй вариант, у меня рублевая прибыль. Ну, то есть я зарабатываю свой активный доход в рублях. И я хочу защититься от возможной девальвации рубля. Ну, вдруг там доллар будет по 100 рублей, по 120 рублей. Ну, всякое же бывает, да. Я знаю, что у меня, допустим, будет денежный поток. То есть я хочу иметь фиксированный контракт, через год купить тысячу долларов. Вот через год, получается, декабрь 22 года, цена составляет 81 рубль 52 копейки. То есть, что я в этом случае делаю? Да, я прихожу на рынок, я покупаю этот фьючерсный контракт. Размер гарантийного обеспечения по данному контракту составляет 7978 рублей. То есть я плачу 8000 рублей, и я для себя фиксирую условие, что через год, если я приду покупать 1000 долларов, у меня есть гарантированная цена покупки 81 рубль 74 копейки. Вот что это значит. Согласны ли вы в этом случае купить сейчас доллар по 81 рублю 50 копеек? То есть от текущей цены он должен вырасти практически на 10%. Вот эти вот 10% это и называется контанго, премию, которую ты непосредственно платишь. Я не спекулянт, я не хочу каждый месяц или каждые три месяца перекладываться в контракты. Я просто хочу захеджировать себе риск. Если у меня есть валютный контракт, по которому я обязан буду рассчитаться в долларах, я не знаю, какой курс будет через год, но мне через год нужно 100 тысяч долларов отдать. И у меня два варианта. Я могу выгадывать, выкруживать, что может быть все-таки через год доллар будет чуть-чуть поменьше, и я спокойно дождусь, как поступает 90% российского бизнеса. Другая часть говорит, нет, лучше я буду спать спокойно, я знаю, что вне зависимости от того, что произойдет, по 81 рублю я куплю. Даже если через год доллар будет по 120, у меня есть фиксированная цена по 81 рублю 50 копеек. И вот эта вот разница между 81 рублем и возможной будущей ценой в 120 рублей, то есть вот эта вот положительная вариационная маржа, она мне просто в рублях будет доначислена. То есть я буду застрахован таким образом. И как страховка это может сработать. Но кто-то на этом спекулирует. Спекулировать могут каким образом? Вы абсолютно уверены, что инфляция продолжится, что цена на нефть останется на высоком уровне, что рубль там в течение 12 месяцев укрепится. В принципе, вы можете быть на обратной стороне этой сделки. Вы можете прийти сейчас и продать фьючерсный контракт с ценой 81 рубль 50 копеек. То есть вы можете прямо сейчас взять и продать эти доллары, если вдруг это необходимо. Вы можете продать эти доллары, если вы получаете долларовую выручку. То есть вы фрилансер, который работает по валютным контрактам, с вами рассчитываются долларами, а вам нужно ипотеку погашать. То есть в этом случае вы хотите застраховаться от возможного укрепления рубля. Что рубль будет более дорогой. И в этом случае вы прямо сейчас можете продать по 81.50. Я вам привел пример. Можно спекулировать, спекулятивный настрой. Можно это действительно использовать как страховка. Да, вы, может быть, потеряете ограниченную сумму. Когда вы покупаете каско на автомобиль, вы теряете деньги, если не произошло страхового события. Ну вы же реально потеряете деньги. То есть если, допустим, сейчас у меня заканчивается каско стоимостью 168 тысяч рублей, у меня страхового события не произошло. Но я знаю, что машина у меня застрахована на 6 миллионов. При этом, если произойдет страховое событие, то мне страховая компания непосредственно вытует. И кто-то выбирает ездить осторожно, аккуратно и не платить никакого каско, кто-то выбирает немножко другой пример. Я заканчиваю данное видео, что хочу сказать. Производные ценные бумаги это очень интересно. То есть из-за того, что здесь есть природа, связанная с тем, что вам не нужно прямо сейчас платить всю цену контракта, это очень привлекательно выглядит для начинающих инвесторов, для неопытных инвесторов, для людей, которые хотят заниматься трейдингом. Это фактически в природе контракта заложено в 5, в 7, в 10, в 12 раз больше прибыли. И вот это как раз-таки привлекает. То есть это вот тот фонарик в ночи, который привлекает мотыльков, неопытных инвесторов, потенциально более высокая прибыль, потому что не нужен весь контракт. Но у меня есть очень много примеров, масса примеров. И мой пример, мои самые большие потери, ну, последних 5 лет, они как раз-таки выражались в том, что я торговал фьючерсами. То есть выходной день, 8 марта, российский фондовый рынок не работает, а на глобальных площадках нефть там падает на 5-7%. Открывается, соответственно, российский рынок 9 числа, нефть внизу, доллар в космосе, акции начинают падать, и акции падают, на которые у меня фьючерсные контракты, падают на 10%. У меня плечо 1 к 5. То есть падение базового актива на 10% фактически приводит к тому, что за один день, ну, 50% убыток происходит по счету. Начинаешь предоставлять дополнительное гарантийное обеспечение, чтобы удерживать позицию, а через день еще минус 10%, то есть еще минус 50% от уже имевшихся 50%. И вот таким образом происходит разрушение, разрушение депо. Поэтому я вообще не рекомендую, хотя мы не даем никаких рекомендаций, но мой вам совет, друзья. Если вы являетесь начинающим инвесторов, не надо использовать фьючерсные контракты. Или, если уж вы хотите изучить природу, работу с этими инструментами, во-первых, пусть это будет хедж, пусть это будет страховка. Как выглядит страховка? У вас портфель, допустим, на 150 тысяч рублей, торгуйте одним контрактом на РТС. То есть у вас портфель на 150 тысяч рублей, в нем есть акции, акции выплачивают дивиденды непосредственно. Но вы считаете, что акции стоят очень дорого, и в этом случае вы можете продать один контракт на индекс РТС. То есть открыть противоположную позицию, основной позиции по инвестиционному портфелю. И то это нужно делать очень осторожно. Но, опять же, я не хочу, чтобы вы это восприняли в качестве прямого совета по той простой причине, что просто может разорвать. То есть в первые два года работы я бы не рекомендовал работать с фьючерсами. Потому что, опять-таки, это есть вариационная маржа, это есть экспирация, это есть изменение размера гарантийного обеспечения. В любом случае, вы не будете готовы платить высокие премии за контракты, вы не будете покупать длительные контракты, вы будете покупать короткие контракты, вы вынуждены будете каждые три месяца перекладываться в контракты. Вас будут каждый раз на экспирации отщипывать у вас по чуть-чуть денег с вашего счета. И поэтому получается, что если вы не профессионал, если вам не нужно хеджировать каких-то рисков, валютных рисков, рисков по портфеле, и вы не понимаете, как это делать, вы можете начать с простого дивидендного портфеля. Вы можете начать с всесезонного портфеля. Вы можете начать с проекта миллион долларов за 8 долларов в день, где вы просто на свои собственные деньги без какого-либо плеча покупаете долгосрочные акции. Начните непосредственно с этого. Первый шаг, он должен быть безопасным. На противоположной стороне от вас работают ребята, у которых эти позиции элементарно прикрыты. И размерами гарантийного обеспечения, и информацией, которой они владеют. И поэтому получается, что вы заранее находитесь на очень слабой стороне. Поэтому мой вам совет, друзья, если вы на рынке менее 24 месяцев, не стоит связываться с фьючерсами. В идеале имеет смысл подписаться на наш канал, чтобы развивать инвесторское мышление, чтобы задавать вопросы и чтобы избегать рисков, связанных с работой с производными ценными бумагами. А также в будущем, если действительно данная тема будет вам интересна, мы это поймем по комментариям. Мы напишем тему, как работать с опционами. И где тут основные риски. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего.